Настоящий оазис посреди предприятий жилых массивов хотят застроить. Столичные инвесторы положили глаз на Ульяновский экопарк. Живописные места рядом с Черным озером и сады, принадлежавшие станции ЮНАТОВ, могут закатать в бетон и превратить в очередной урбанистический объект. На всей этой территории планируется строительство спортивно-развлекательного комплекса. На семи гектарах экопарка проживает более полутора тысяч видов. Рыбы, насекомые, рептилии, птицы и млекопитающие. Судя по обновленному генплану города, всем местным обитателям придется потесниться. Сады возле ЮНАТОВ тоже попадут в руки застройщиков. Исполняющий обязанности министра спорта ранее предлагал построить объект ближе к окраине. Но не все так просто. У меня тоже видно, лично мое, что строительство спорт-объект должно быть на выезде в город, ближе к аэропорту, соответственно, к разведке, чтобы загружать их полупроще. Но это везде так протекуете сейчас. На что был акцент сделан самих инвесторов? Потому что здесь будет больше доступность и, соответственно, больше удобства для занятий детьми, либо людям пожилого возраста. Но мнение местного населения по поводу грядущей стройки не учитывалось. Экологический парк «Черное озеро» с сочной листвой и водоемами очень дорог ульяновцам. Местные жители против строительства нового объекта. Тамара Маскалева и еще пять сотен местных жителей написали обращение в управление архитектуры. В нем была изложена их общая позиция. Но муниципалы все голоса против, обработали как один, из-за того, что жильцы якобы передоставили список, а не отдельные заявления. 11 числа, в 7 часов вечера, к сожалению, я не поучаствовала. Даже встреча была с депутатами по поводу того, чтобы признать это голосование незаконным. Голосование в мэрии было, да? Оно было везде. В городадминистрации? Оно было и в мэрии, и в архитектуре, и в администрациях, всех районах. Местные экологи солидарны с ульяновцами. По мнению Алексея Сидорова, бывшего председателя экологической палаты, Черное озеро и Юнатку губить нельзя. Издеваться над людьми тоже. Когда приносят 500 подписей реальных местных жителей, и их учитывают как одну подпись, я считаю, что это просто извращение всей процедуры голосования и подрывает доверие к органам власти. Несколько человек открыто высказались по поводу возможного появления новой постройки. Это как раз те люди, которых муниципалы предпочли не заметить. То корт какой-то, там, по-моему, что-то очень большой, да, нам он не нужен. Кто туда будет ходить? Во-первых, это коммерческое здание. Естественно, даже и не только здание, там коммерческая будет структура. Наши дети уже явно туда не пойдут, потому что там нужно будет платить большие деньги. Не надо ничего. Пускай лучше как есть, пускай только озеро почистят, и всё, остальное будет всё окей. Ну, чтобы юнатку не убирали, чтобы как она стояла, так пускай она и дальше стоит. И другой больше, чтобы ничего тут не строилось. В законодательном собрании Ульяновской области провели очередные общественные слушания по этому вопросу. Жители улицы Октябрьской высказали ту же позицию депутатам и представителю компании-инвестора. Есть информация, что застройщик собирается оказать материальную поддержку станции юных натуралистов. Как отметили на встрече, юнатку точно сносить и перевозить не будут. Спортивный комплекс планируют построить на муниципальной земле, на берегу Чёрного озера. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Владимир Куликов, Герман Баранов. Уллправда ТВ.